Доброе утро, уважаемые наши телезрители! Доброе, бодрое! Сегодня с вами работаем мы, Никита Старицын и Дарья Царонок. В этой студии радуем, надеюсь, вас позитивным настроением. Сегодня на календаре 7 февраля, среда, середина недели, поэтому в принципе прекрасный день недели. И по статистике, кстати, среда самый продуктивный день, как говорят сами же люди. Но давайте посмотрим, что у нас сегодня отмечается, какие праздники. С огромным удовольствием. И самый первый праздник, позволь, Дарья, мне озвучить, это день рождения огнетушителя. Международный праздник отмечается 7 февраля. Прототипы огнетушителя появились еще в 17 веке. Стеклянные колбы с водой, которые устанавливали в помещениях. Датой рождения считают 7 февраля, потому что именно в этот день был запатентован первый огнетушитель Алана Крея в штате Вирджиния в Соединенных Штатах Америки. А я знаю анекдот в тему этого праздника. Тормозит гаишник пожарную машину и спрашивает, а почему огнетушителя нет? И здесь такой смех за кадром. На самом деле это очень важная вещь, мы все это понимаем, потому что прежде всего безопасность. И праздник такой стоящий. Необычный праздник сегодня еще отмечается. День полетов на Луну. Мыслимых и немыслимых. Такой интересный, своеобразный. Хочется зачитать факт о праздниках. Все, наверное, сталкивались, может быть, многие в этой жизни с луначиками. Вообще было такое? У меня, да. Кто-то бывает в детском пионерском лагере у нас и были такие истории. Кто-то в семье, да, в своей. Кто-то в армии, не знаю. Кто-то, ну, в общем, в компаниях где-то. Я сама по себе тоже бывала у меня такое в детстве. Я ходила за конфетами, не помнила этого. Я тоже, я до сих пор луначу, поэтому вот мы здесь собрались. И ты прямо не помнишь на утро ничего совсем? Бывает, что я не помню, но в основном помню. Помнишь? Прямо реально помню, да. Ну, идешь, делаешь все равно что-то. Я не понимаю, что делаю. Ну, бывает, встаю и вот мне кажется, что там какие-то... В каком-то месте нахожусь необычным. То есть просыпаюсь, я открытыми глазами сижу. На кровати. На кровати, но я сижу, допустим, мне кажется, что я в гараже. Вот я прямо трогаю вещи, и мне кажется, что это машина стоит. То есть настолько реалистичный сон твой мозг еще не понимает, где ты находишься. Да, а глаза открыты. А глаза открыты. Ну вот, давайте зачитаем. Поведение лунатиков со стороны выглядит весьма адекватным. Как Никита сидит в гараже, перебирает детали. Но их действия продиктованы не окружающей реальностью, а тем, что они видят во сне. Но если взять меня в детстве, так я ходила за конфетами по квартире. Не помнила, что я это делала. При этом глаза у человека, как правило, открыты. Но они не отражают осознанности происходящего. Ну, то есть примерно вот так это все происходит. Интересно, весело. Но ничего в этом опасного нет. День балета в США. Отмечается такой замечательный праздник сегодня. Красивый, очень интеллигентный, очень грациозный. Балет – это, конечно, искусство высшего уровня. Балет зародился во времена Ренессанса по всей Италии и во Франции. Хотя он еще не превратился в ту форму, которую мы сейчас знаем. Еще один зарубежный праздник – это день отправки открыток друзьям. Сегодня празднуется. И, конечно же, всегда приятно получать весточку от близких друзей. И сейчас все заменили электронные открытки. Но и они бывают такие яркие и позитивные. Как ты, Дарья, относишься к открыткам на сайте? Одном известном оранжевом таком на букву «О». Нет, да даже пускай не сайт, а мессенджеры любые. То есть многие отправляют открытки честно. Хочу сказать, что я их не люблю. Для меня лучше пару фраз от себя. Здоровья, пускай счастья, успехов. Хоть и избитые слова, мы всегда их говорим. Но они приятнее, чем получить открытку с днем рождения. Миллион открыток, просто гигабайт открыток. Да, да. Праздник вот так вот в ряд их просто не читая. Так вот именно, что лучше все-таки сказать своими словами. А идеальнее всего записать голосовое. Это вот живой голос послушать. Обратился по имени, если человек... А еще лучше позвонить все-таки. Все-таки мы останавливаемся на этом. День тишины в Бали. Национальный праздник. И чтобы его отметить, нужно отправиться в эту замечательную страну, соответственно. А мы у нас сегодня тишины не предвещает. Мы будем вас радовать, улыбаться. Будем узнавать еще праздники. И кто вообще сегодня именинник у нас. Но если вернуться к теме праздников, Григорий весноуказатель в народном календаре. Сегодня отмечается. По-весеннему. Григорий в день. В православном календаре это день почтения памяти архиепископа Григория Богослова. Другие названия праздника Григорий. Григорий Богослов, Григорий весноуказатель, зимауказчик. А вообще мой вам совет всем Григориям сегодня заехать в храм и поставить свечку. Потому что вы носите такое замечательное имя. 7 февраля нежелательно было плеваться, ругаться, стричь волосы и ногти. Поповерю, кто в этот день плюнет себе под ноги, у того не будет удачного пути. А вот нечаянно разлитое молоко в этот день сулит долгую радость. Так, все ставим сейчас кружки с молоком под руку детей или себе и нечаянно их разливаем. А по поводу плевать под ноги, плевать вообще не нужно. Находясь на улице вы, в помещении тем более, земля наша родная не любит, когда на нее плюют. Поэтому, пожалуйста, не делайте этого. Для этого есть платочки, для этого есть мусорки, ванны, раковины, все что угодно. Ведите себя, друзья, культурно и ругаться тоже. Ругаться вообще не только 7 февраля, а вообще в принципе не стоит. Вы же себе негативную энергетику создаете в первую очередь, а во вторую негативное мнение о себе окружающих. С огромным удовольствием мы переходим к персонам дня. Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик, появился на свет 7 февраля 1906 года. А еще про самолеты. В 1926 году в этот день родился советский инженер-летчик-космонавт, герой Советского Союза Константин Феоктистов. Любишь Modern Talking? Очень. Я тоже очень люблю. Отличные ребята, музыкант, участник этой замечательной группы, продюсер и композитор Дитер Болин принимает поздравления подклонников сегодня. А в России сегодня именинник, биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров. Уважаемые наши любимые телезрители, с днем рождения вас, кто сегодня именинник, кто сегодня будет отмечать свой праздник, а может и не будет отмечать, но он все-таки сегодня ваш, ваш день, ваши именины. Загадайте заветное желание и мы желаем вам, чтобы оно обязательно сбылось. С днем рождения. Будьте здоровы и сильны, всем счастья и удачи и пусть все загаданное сбудется. Обязательно. С днем рождения. Среда, как много в этом слове для наших телезрителей программы «Новый день». У нас в эфире сейчас будет рубрика «Живая среда», и мы с удовольствием передаем слово Марии Константиновой и узнаем, что же за пушистый герой сегодня так прямо и ждет выхода. Смотрим. Всем привет, уважаемые телезрители, в эфире «Живая среда». И вот у нас такой непоседливый Паки в гостях породы Бигль и его хозяйка Дарья и Даниэль. Да, 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 да. Грусть, тоска меня ослабляет. Что же происходит? Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас в Паке творится? Что с ним? Почему? Новая обстановка. Нет, он не грустит, новая обстановка. Надо все исследовать, все интересно. Поэтому вот он рвется, что я ему не даю двигаться. Бегать, нюхать, что-нибудь искать. Расскажите, как давно Паки в вашей семье? Почему Паки? Почему Бигль? Паки у нас уже пять лет. Мы его взяли из питомника в девятнадцатом году. Он у нас долгожданный. Мы его заказывали, его еще даже не было в намеках, но мы уже знали, что у нас будет Бигль. А случай просто так, хотели собаку. Муж ему хотел, сын, хотели очень собаку, у них не было собаки. И мы гуляли в Лукоморье, встретили приятенец, а у них Бигль. И вот мой муж говорит, это наша собака, нам надо Бигля. И мы вышли на питомник в Диалайн и вот заказали там все щеночком. Почему вы с папой вот так вот сгруппировались между собой и решили, что вам нужна собака? Почему, зачем? Мы каждый раз, когда гуляли на улице, ходили, видели людей, которые гуляют с собакой, резвятся, смеются, бегают, кидают мячик. И мы захотели тоже точно так же проводить свое время на улице. Это большой плюс проводить столько времени на улице, благодаря нашей собаке. Я думаю, что в пандемию мы не болели, только благодаря нашему псу, потому что мы гуляли три раза на дню. И очень много времени были на улице. Я думаю, что это большой был действительно наш плюс. Паки, вот он дома Паки, да? У него по паспорту совершенно другая кличка. Можно об этом поподробнее? Он по паспорту Жорди Винсента. У него очень хорошие, родословные, родители хорошие, все титулованные. У нас тоже был очень яркий период в его жизни, когда мы участвовали в соревнованиях два года. Закрывали там всероссийские соревнования. В общем, у нас тоже парень с титулами. Ну, карьера закончилась, потому что я родила. И стало немножко сейчас вот не до Паки, вот, к сожалению. Но мы большой успех имели, честно вам скажу. Я очень довольный, благодарный. Нам хендлер хороший достался. Мы фитнесом с собакой занимались. Был период, то есть док-фитнес у нас был. У вас вот просто по-человечески стало больше счастья. В вашей семье повезлилась дочь, маленькая принцесса. Как распределены обязанности в дом? Может быть, Данила рассказывала? Я вывожу собаку днём, после школы, когда прихожу. Но когда у меня не получается, может приехать бабушка. Утром периодически выводит папа, вечером по-разному, либо я, либо папа. Данил, в твоей семье большие события. У тебя появилась младшая сестра. Тебе, ну, родители наверняка объяснили, что нужно следить не только за Паки, но и помогать воспитывать младшенькую сестрёнку. Вот обязанностей добавилось, а ответственности добавилось. А как к Паке относятся к твоей сестре? К Паке относятся очень хорошо. Они вместе очень хорошо ладят. Мы втроём можем поваляться, пообниматься, сходить на улице, поиграть. Можем покидать мячик. Иногда он, конечно, может что-нибудь потолкнуть, как-нибудь прикусить по игре. Но так очень хорошо ладим. Расскажите, пожалуйста, вы не разочарованы в выборе породы именно бигля? Ну, откровенно говоря, были моменты, когда было очень непросто. Особенно на первых этапах, потому что воспитание бигля – это вызов. Откровенно вам скажу. Но в целом мы его безумно любим. И несмотря на все сложности, иногда не хочется, особенно в мороз, его вводить, когда его ещё нужно одеть, потому что он очень сильно мёрзнет у нас. У него зимняя одежда. Но мы готовы со всем мириться, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. И каждый день мы с ним, и что-то мы стараемся его привлечь к какой-то деятельности. Сейчас он ленится, безусловно. Но у него есть мячик теннисный, который, конечно, не даёт ему лежать. Дарья, расскажите, а как дома? Вот когда паки был совсем маленький. Наверняка что-то приходилось спрятать, что-то переставлять, что-то вообще убирать, забывать про то, что убрали. Нет. Мы взяли паки, когда у меня был отпуск. И я посвятила два месяца воспитанию собаки. И два месяца прошли не зря. И съеденного, у нас и съеденного, только две мои шапки. Обувь у нас не тронута, никогда не была. И сейчас он поджирает, конечно, игрушки дочери. Потому что это всё интересно. Они тем более лежат прямо перед носом. А так в целом, ну, долгий процесс, честно скажу. Он очень строптивый. У него непростой характер. Он воевал, он завоёвывал кровать. То есть мы с ним спорили, будет ли он на кровати или нет. Но в итоге он оказался на кровати. Пришлось уступить, не было выбора. Бегли очень своеобразные. Очень. Это непростая порода. И прежде чем заводить, конечно, такую собаку, нужно очень хорошо взвесить все за и против. И быть к этому готовым. Но какие у него превалируют качества? Охранные, дружественные. Вообще он охотничий пёс. А он очень неплохо охотится на мусор. На самом деле мы прошли это вот тоже фул. И отучали его, чтобы он ничего не подпирал. До сих пор бывает иногда. Он не может удержаться. Мы это всё контролируем. Безусловно. На самом деле у него, кстати, есть. Он прошёл не курсы, а как-то охотник. Да, у него есть. Да, он охотник, оказывается. Вообще это собака для детей. Он безумно добрый, он ласковый. Он никогда не укусит. Если есть мячик, он будет играть с вами до бесконечности. Пока он сам не упадёт. А они не устают. И визуально, конечно, эстетика. Безусловно, когда у тебя дома на диване вот эта плюшка лежит сладкая. Покрапывает. Он ещё на спине очень интересно валяется. Эти уши, этот взгляд. Безусловно, он покоряет сердцем. Ну, я думаю, на мой взгляд, спустя пять лет это самый большой плюс. Храпит он на всю квартиру. Не все готовы с этим тоже мириться. Кроме баки у вас дома есть какие-нибудь ещё животные? Нет. И не планируется. Нет. Он отнимает очень много времени. Ему нужно же уделять время, с ним нужно гулять. И это не 15 минут прогулка должна быть. Вы же понимаете. Ему надо бегать, ему надо прыгать, территорию исследовать, что-то находить. Какая-то активность должна присутствовать. Хочется ему дать как можно больше. Путешествуете ли вы все вместе вместе с паки? Всегда. Всегда. Как он переносит дорогу? Как он к новым местам? По-разному. У нас уже, как говорится, насиженные места, отели, где нас принимают с собаками. Это небольшой список, на самом деле, к сожалению, большому нашему. Не везде можно собакой отдохнуть. В общем-то, в целом, нету каких-то проблем. Нигде у нас не было порчи имущества. Мы ни за что не доплачивали. Мы еще по первости ездили с клеткой. У нас есть клетка. И мы, если уходили из номера, мы оставляли его в клетке. Но палатками сложнее отбывать, поскольку он убегает. Он может убежать. Если мы его не смотрели, не привязали, он может убежать. Мы его один раз на МРСе просто искали, по сопкам бегали, с мужем. Вы шли. Да? К счастью шли. Ну, что хочется сказать. Паки, не вы воспитываете Паки, а Паки воспитывает его. Да. Безусловно. И несмотря на свой уже взрослый возраст, это продолжается. Да, глаза — это что-то. В его глаза можно упасть и пропасть навсегда. Он завораживает просто. И он на кухне, это же всегда неотъемлемая часть обеда, завтрака и ужина. Паки всегда с нами. Он всегда голоден. Всегда грусть, тоска и голод в глаза. Я вот на него смотрю. Правда, говорят, что собаки — это олицетворение своего хозяина. Я на него смотрю, как он на взгляд мудреца. Просто. Он знает себе цену, знает, что ему нужно от этой жизни. Он просто вот такой вот волосатый мудрец. Волосатый и ушастый. Он больше на папу похож. Ну, значит, у папы есть черты. У папы есть, да. Такие черты присутствуют. Ну, это центр вселенной в вашем доме, и все вокруг него крутятся. Это прекрасно. Вам, Дарья, хочется пожелать терпения и сил, чтобы в вашей жизни два центра, только не все об этом догадываются на данный момент. Чтобы всё у вас склонилось хорошо, чтобы вы находили время для паки, вы так обловились, что у вас сейчас не до паки. Я думаю, что даже в тот момент, когда у вас не до паки, он добьётся, чтобы было всё так, как надо им. Иначе это не Библия. Да, да. Вы правы абсолютно, я согласна. Нет, мы, безусловно, с ним стараемся проводить время и гулять, и развлекать, и везде берём его с собой, как без паки уже все. И все наши друзья, и в том числе вот сын ездит на сборы ежегодно. И мы всё время на сборы. Подробнее, Данила, нас подсмеет. Да, нас подсмеет. Я занимаюсь дюдо уже 7 лет, и я, когда ежу в лагерь, родители пытаются всегда приезжать, и они приезжают всей семьёй с моей сестрой, мамой, папой, и, конечно же, паки. Все мои одноклубники очень хорошо знают паки, всегда, когда он приезжает, все такие, о-о-о, приехал паки. Начинают им играть, могут попросить мяч, чтобы покидать его. Замечательно. Успехов тебе, Даниль, здоровья вашей семье. Благодарю. И чтобы всё у вас было благополучно. Спасибо. 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 Друзья, а мы напоминаем, что прямо сейчас наш телеканал проводит замечательный конкурс «У нас лапки». Всем, у кого есть пушистые друзья, попугайчики, забавная зверята, делайте интересные снимки, выставляйте их в контакте с хэштегом «У меня лапки актис» в одно слово. И становитесь участниками проекта. Ведь, друзья, это на самом деле так здорово и интересно смотреть за братьями нашими меньшими. Все подробности этого конкурса, милого такого конкурса, можно увидеть ВКонтакте и также в Телеграм-канале или на официальном сайте телекомпании «Актис». А пока вы будете фотографировать своих любимых питомцев, я предлагаю посмотреть интересную, смешную, улыбчивую, я бы даже сказала, рубрику «Подборка смешных роликов». «Ой, ой, 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 о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Стрелец. Пусть все вокруг убеждают вас отказаться от своей затеи, называя ее безнадежной. Не поддавайтесь подобным настроениям. Козирог. Благоприятный день для самостоятельной работы. Вы быстро решите многие задачи, если никто не будет отвлекать вас и сбивать с толку. Водолей. Возможно, незапланированные поездки. Они могут отнять больше времени, чем предполагалось, но в целом сложатся удачно. Рыбы. Это время будет насыщено событиями, творчеством, знакомствами и приключениями.